Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева из солнечного Крыма и окрестностей города воинской славы, города-героя Севастополя. Вот в данный момент прошел дождь такой приличный, немного похолодало, никто не купается, и я взяла эту паузу для того, чтобы сделать паузу в отдыхе между купаниями и загораниями, для того, чтобы сделать для вас этот небольшой сюжет. Материала по Крыму у меня набирается много, как всегда, и я исследую Крымскую войну, вы это знаете, и все, что с ней связано, поэтому по порядку. Этот небольшой фрагмент большого материала, который я собираю по Крымской войне. Те, кто смотрит мой канал, знают мою версию о том, что под Крымской войной спрятано много секретов глобальной мафии захватчиков планеты, и что ориентировочно после Крымской войны, по моим датировкам, в 1860 году примерно города и населенные пункты, подвергшиеся ядерным бомбежкам, выжженные, с погибшими жителями, были засыпаны глиной, как дезактивацией с тем, чтобы через некоторое время, через 7, 10, 15 лет, начать восстанавливать и заселять эти города, погибшие новыми жителями. Такая линия по нашим исследованиям, так называемых альтернативных по официальной версии исследователей, повторяется по большинству городов, которые исследовала лично я и многие другие народные исследователи. И Севастополь в этом ряду не исключение. Я посетила две большие экскурсии именно по Крымской войне. Материал надо будет готовить, так как было плохо слышно в записи. Некоторые экскурсоводы в масках, плюс большие группы, шум, заглушают речь. И мне придется потратить время, чтобы перевести важные моменты в текст, а затем озвучить их вам. Я приобрела несколько очень важных трудов по Крымской войне, которые в других местах не купишь, а только здесь можно купить. Также понадобится приличное время, может год, может больше, для того, чтобы изучить эти материалы. Вот, чем я занимаюсь на пляже. Это то, что я купила в музее Крымской панорамы. Надо почитать, что пишут. Могу в чайне. Какая-то в стиле книженцы. Масса информации. Все это надо изучить. Это только первый тур. Мне повезло и удалось случайно, в кавычках, попасть в нужные места и в нужное время. Но все это будет по порядку, фильм за фильмом. А что я скажу в этом фильме? Экскурсовод по Михайловской батарее в своей речи сказала, что после Крымской войны, в которой мы проиграли Российская империя, и город Севастополь был полностью разрушен и оставлен, и что город не восстанавливали 15 лет. 15 лет. И лишь после 15 лет сюда вернулись российские управленцы. На вопрос, почему так долго не восстанавливали город, я задавала и на этой, и на другой экскурсии по Крымской войне ответ звучал одинаково. Севастополь это морская база, и после того, как было запрещено Российской империи иметь флот на Черном море, проигрыши Крымской войне, а Севастополь это база военно-морского флота, его и не восстанавливали. Для меня это прозвучало не совсем убедительно, потому что город уже был огромный. И это не только обслуживающая база, это не только военные моряки. Там были жители, которые, возможно, работали в основном на военно-морской флот, но это просто жители. И я спрашиваю про жителей. Жители во время войны куда-то девались, была ли эвакуация, потому что война оказалась, что она была очень кровопролитная, очень кровопролитная. Жители эвакуировали во время войны? Война длилась три года. Ответ нет. Там было только... В ответ мне сказали, что там были только семьи военных. А семьи военных, в любом случае, жены, дети, это что, не люди? Там действительно оставались и женщины, и дети в Севастополе. Женщины участвовали в войне, доставляли воду на места сражения, погибали. Женщины шли, как сестры милосердия, помогали раненым, вытаскивали их с поля боя, потому что там шли бои. Потому что Севастополь, например, в осаде был почти год. И в Севастополе есть такая история о девушке, геройской девушке, которая смелая, не боясь смерти. Став сиротой, ее отец погиб на этой войне. Она помогала раненым за свой счет, за свои деньги, покупала перевязочные материалы. Кстати, их надо было у кого-то покупать, эти перевязочные материалы. Значит, шла торговля. На войне все равно продолжал кто-то наживаться, раз она за свои деньги, как говорят экскурсоводы, она покупала материалы. Ее прозвали Даша Севастопольская. Но это все со временем. Все севастопольские рассказы в последующих работах. А сейчас тема потому, что город подвергался именно ядерным бомбежкам, и поэтому засыпан глиной местами и выборочно. Недалеко от Михайловской батареи по дороге мне встретился разрез породы один в один, как и за Севастополем с этой стороны бухты. Красная жирная глина в перемешку с мелкими камнями. А сам город на гористой пересеченной местности. Есть места вообще без глины, но горы. Экскурсовод на Михайловской батарее сказал, что места у нас глинистые. Это потому, что было трудно воевать, если шли дожди. Места глинистые. Это сказал местный экскурсовод. Еще момент. В Крымской войне погибали тысячи и тысячи солдат, как русской армии, так и французов и англичан. Кладбища не сохранились с времен Крымской войны. Есть могила отдельная Нахимова, Ушакова в центральном храме Севастополя, но самих кладбищ нет. Однако есть такое место, как мемориал Альминского сражения на высотах. Там есть и наносной грунт, похожий на селевой, и неглубокий. И вот там при раскопках неглубоко нашли, кстати, не так давно, в 2000-х годах, останки как наших русских солдат, так и несколько англичан. Об этом будет отдельный сюжет. Но опять, очень мало останков по сравнению с официальной численностью нападавших и погибших, и пропавших без вести. Там было тысячи и тысячи, а найдены десятки и несколько англичан. И вот во всем этом мне предстоит разобраться с помощью тех больших и толстых книг по Крымской войне, которые представлены в музеях Севастополя. Благодарю за внимание. Надеюсь, этот сюжет вам будет интересен. Делитесь этим видео. С вами была Галина Кунышева. Всех вам благ! Субтитры сделал DimaTorzok